Меня зовут Игорь Шайфуц. И я партнер компании TMT Investments, венчурного фонда, который сделал более 60 инвестиций и у которого 14 доходных выходов. Плюс к этому я ангел-инвестор в большом количестве компаний, в том числе в большом количестве украинских компаний. Я последние 25 лет живу в Америке, жил в Бостоне и Нью-Йорке, последние 12 лет живу в Сан-Франциско и основал ряд замечательных компаний. Самый большой из которых, 25 миллионов, была компания фотки.com. Это был большой портал для фотографий. За последние полгода мои друзья и коллеги, которые сейчас с вами и я, организовали замечательную организацию, которая называется Стартап Котики. И целью которой является создание могучих, отважных, когтистых и пушистых, но только в чем-то пушистых стартапов, которые добиваются успеха благодаря тому, что правильным образом форматируются, правильным образом знают. Как расти, как приобретать клиентов, как строить продукт, как находить инвесторов, как получать инвестиции и так далее. Мы делаем это абсолютно благотворительно, то есть безвозмездно и пытаемся сделать так, чтобы все стартапы были успешными, чтобы у всех стартапов был шанс на то, чтобы вырастить и построить то, что они хотят построить. То есть свою мечту. Где-то примерно этой весной мы собираемся создавать английские интерфейсы, английские передачи. Мы собираемся не только перейти на английский язык, но и начать настоящий стартап. Пока же мы являемся такой доброй, счастливой общественной организацией, которая всем рада и очень рада вам. Сегодня у нас самые-самые первые стартапы Котики Киев. Мне ужасно грустно, что я не с вами, хотя в Киеве я очень часто. Надеюсь, что у нас будет еще стартап Котики Киев, в котором буду и я, и мои друзья-инвесторы. Но сегодня я попытаюсь с чувством, с толком, с расстановкой потратить ваши ближайшие 15-20 минут и рассказать что-то, что вам будет полезно, а не просто рассказывать про то, какой я классный, какие вещи я знаю, что я умею и так далее. О чем сегодня я поговорю? Мне кажется о том, что является самой интересной, самой насущной и самой важной для вас темой. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, главной темой является вот что. Вот я нахожусь в Украине, в Киеве или, может быть, где-то в другом месте. Как мне пройти наиболее оптимальный путь от той точки, в которой я нахожусь, до той точки, в котором я стал бы успешным стартапом? Конечно, очень легко было бы ответить на этот вопрос, если бы вы находились, ну, хотя бы в Бостоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, а лучше прямо в Сан-Франциско, в Палу-Алта, в Силикон-Бэлли, окруженные тысячами и тысячами ангел-инвесторов, окруженные в буквальной степени несколькими миллионами людей, которые работают в хай-тек-индустрии, окруженные сотнями, а может, тысячами компаниями венчурного капитала, которые ищут, и я тоже ищу, компании, в которые они могли бы инвестировать. Тем не менее, судьба распорядилась так, что вы родились не в Палу-Алта, закончили не Стэнфорд и Беркли, хотя, может быть, кто-то и закончил здесь Стэнфорд и Беркли, и живете не в Соединенных Штатах, а, скорее всего, в Украине. Что делать такому стартапу? Какие шансы у этого стартапа и какой есть путь для того, чтобы добиться своей мечты в хай-тек и для того, чтобы построить успешный стартап? В ближайшие 15 минут я попытаюсь максимально четко, максимально без воды попытаться ответить на вопрос, на который ответить совершенно невозможно. Что же делать? Я попробую нарисовать несколько путей к тому, чтобы этого добиться. Ну, естественно, путь первый – найти стартап, желательно, в Silicon Valley, который ищет такого человека, как вы. Ну, это как бы с одной стороны простейший путь, с другой стороны, конечно, очень сложный. Вы, предположим, программист, salesperson, человек из маркетинга, из пиара, project manager и так далее. Я почти уверен, что вы знаете и без меня, но, может быть, не знаете, в индустрии хай-тек в Silicon Valley безработица довольно много лет равна примерно нулю. То есть сотрудников можно либо привести, либо воспитать самим, либо украсть в хорошем и в плохом смысле у других компаний. Поэтому люди, которые действительно обладают способностью, ценятся не на вес золота, но на вес полупроводника. Пошлите мне удачно так. Поэтому один из путей того, чтобы добиться того, чтобы построить успешный стартап – это простейший путь участия в каком-нибудь нынешнем стартапе. Как это делать? Одна из возможностей – это просто находить работу и получать в том числе акции в этом стартапе. Это можно делать через LinkedIn, находя такие стартапы. Это можно делать через большое количество различных сайтов, посвященных стартапам и работе. И это можно делать конкретно в сайте, который называется AngelList, angel.co. Я думаю, что мы для тех из вас, кто, может быть, не знает, я думаю, что мы запишем название этого стартапа где-нибудь на whiteboard или whiteboard, что у нас есть. Это один из путей. То есть вы находите существующий стартап, вы его можете находить удаленно, вам совершенно не обязательно... вам совершенно не обязательно для этого физически находиться в Сан-Франциско или в Нью-Йорке. Первый путь. Второй путь более сложный. Вы можете создать свой собственный стартап. Легко сказать и сложно сделать. Да, конечно, гораздо проще делать это там, где очень много инвесторов, где много потенциальных классных сотрудников, которые вас ищут, где много корпораций, которые с вами согласны работать. Тем не менее, я инвестор в большом количестве украинских стартапов. И я знаю многих ребят, в том числе, я думаю, сидящих сейчас в зале, которые эти стартапы начинают. Но в сотый раз гораздо проще это делать, живя в Сан-Франциско или в Менлопарке, и гораздо сложнее, живя в Киеве или во Львове. Чем отличается судьба и жизнь стартапа в Украине от судьбы и жизни стартапа в Долине? Тем, что достаточно рано нужно думать о деньгах. То есть есть несколько сфер, есть несколько сегментов, в которых до денег можно то, что стартапы называют, добежать быстрее, чем в других. Существует, например, такой сегмент, как e-commerce, в котором вы можете что-то продавать и быстро зарабатывать. Существуют такие сегменты, как HR. То есть всем сейчас нужны работники. Если вы помогаете кому-то легко найти работников, ну, это, безусловно, огромный плюс и быстрая возможность добежать до денег. Огромное количество знакомых моих стартапов начинают стартаперство не с того, чтобы создавать технологический стартап, а с того, чтобы как бы продавать руки, то, что называется рабочие. То есть быть таким аутсорсинг-девелопмент-шоп, который занимается какой-то работой по созданию приложений, сеппортом, маркетингом, пиаром и так далее. То есть быть полезным еще раз тем стартапом, который находится вдалеке. Еще один очень классный путь – это пытаться найти акселераторы. По всему миру находится потрясающее количество акселераторов. Мое личное мнение, может быть, я не прав, но я считаю, что четыре акселератора на свете самые-самые лучшие. Три из них находятся в долине. Y-комбинатор – 500 стартапов. Теперь они больше называют себя 500-strong, то есть 500 с лишним, поскольку их там гораздо-гораздо больше, чем 500 сейчас. Акселератор Techstars, который находится в Бостоне, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Берлине, по-моему, еще в одном-двух городах, но раньше вот были в этих четырех. И такой строго практически B2B, то есть бизнес-то-бизнес акселератор, как Alchemist. Вот с моей точки зрения это четыре лучших. Но стоит ли ограничивать себя только этими четырьмя? Нет, просто стоит помнить, что это такие Гарвард, Принстон, Ель, Стэнфорд, Беркли – лучшие университеты, по крайней мере, Америки. Стоит ли идти в европейские акселераторы, в азиатские? Да, вполне. То есть еще один путь начала успешного стартапа из Украины – это начать с того, что создавать какой-то ранний продукт, создавать четкое описание того, что из себя представляет этот продукт, и искать такого рода акселератора, которые вас не приняли. Что есть самый оптимальный способ попасть в такой акселератор? Ну, конечно, за пару минут, которые я уделю ответу на этот вопрос, я не смогу ответить на него, тем не менее я могу попытаться. Как правило, акселератор ищет интересную идею ярких людей, интересный, незабываемый бизнес, который бы отличался от чего-то другого. То есть тут нужно больше думать о том, как построить что-то, как построить презентацию, как построить прототип, как построить первые продажи, начало создания трафика, которая понравилась бы кому-либо в этих акселераторах, и таким образом попасть в эти акселераторы. Очень важным, очень-очень важным для питча таким акселератором являются цифры. Цифры, цифры, еще раз цифры. Если вы на самом-самом раннем этапе можете достичь первых клиентов, можете получить первых пользователей, можете четко с цифрами в руках рассказать, каковы каналы приобретения ваших клиентов, как вы их конвертируете, предположим, из бесплатных, платных клиентов. Это очень серьезно улучшит ваши шансы, поскольку вы сможете говорить с цифрами в руках, а не просто спекулировать какими-то идеями, что через год вы будете стоить 100 миллионов, через 2 500 миллионов и так далее. Это еще один способ того, как добиться успеха, находясь в Украине или в любом другом месте, в удаленном от таких мировых центров хай-тек. Ну и, наверное, последний способ, как этого добиться, это строить бизнес. Существует огромная разница между стартапом и бизнесом. Стартап отличается тем, что он строит мечту, стартап отличается тем, что он строит огромный масштаб, стартап отличается тем, что он заточен во многом, по крайней мере, в начале, под инвесторов, под то, чтобы построить быстрорастущую историю, быстрорастущие технологии, быстрорастущего сервиса и затем доказать инвестору, что это все работает, получить деньги и с помощью этих денег масштабироваться быстрее, не думая о продажах и о чистом заработке. Но есть другой способ. Есть способ строить бизнес, то есть строить компанию, которая с первых, может быть, дней, недель и так далее, зарабатывает деньги. Это очень другой подход. В случае построения бизнеса, а не стартапа, вы должны очень серьезно с самого начала задумываться о деньгах, о том, хватит ли вам денег, о том, как эти деньги заработать. Я думаю, что для Украины это, в общем, всем знакомая такая дилемма, как выжить, построив компанию, как построить компанию и выжить, строя компанию. Тем не менее, это способ. Тем не менее, существует довольно много компаний. Я не знаю, как вы относитесь к той же «Розетке», например, или к «Карабасу», которые начинались, насколько я знаю, без всяких инвестиций. То есть ребята начали с очень малого и понемножку просто масштабировались. Вот совсем вкратце, не открывая никаких грандиозных секретов, несколько путей того, как стать успешным стартапом, находясь в Украине, там, где не так уж много и инвесторов, и фенчурных фондов, и ангелов, и возможностей для быстрого роста продаж. Одна из них – это найти классный стартап и к нему присоединиться. Стартап, который находится где-нибудь, ну, желательно в долине или где-то в тех же краях. А второй, в любой очередности, – это создать стартап, который бы достаточно быстро добежал до денег, и таким образом выжил, не потратив всех денег и не оказавшись в луже, что случается, к сожалению, большинством стартапов. Еще один способ – это быть максимально полезным каким-либо стартапом и строить что-то, что для этих стартапов нужно. Еще один способ – это сразу же быть заточенными под какой-то могучий международный акселератор, сразу же правильным образом запустить небольшой стартап, не потратив серьезных ресурсов на это, и убедить какой-то из акселераторов вас принять. Еще один способ – это не строить стартап, а строить бизнес, который со временем может стать стартапом. Вот таким образом, как бы такие небольшие, что ли, хаки, насчет того, которые и так всем понятны, да, насчет того, как построить стартап, не живя в Сан-Франциско или в Сан-Маттео. Тем не менее, при всем том, что я рассказал, что есть способ такой, есть способ такой и так далее, есть, в общем-то, способ, которым я уверен, есть путь, которым, я думаю, движутся многие находящиеся сейчас в зале. Это такой путь осознания, что да, я нахожусь в Украине, где, может, не так много инвесторов, тем не менее, здесь есть свои преимущества, умные люди интересные, классные технологи, интересные, предприимчивые ребята, которые могут присоединиться и стать нашим маркетингом, нашими продажами и так далее. И просто строить такой, как бы, традиционный, в больших кавычках, стартап, который строится в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лондоне и так далее. Вот вкратце за 15 минут такое небольшое описание того, как можно стать стартапом. В любом случае, когда вы строите стартап, я думаю, то, что вас отличает от бизнеса, это то, что вы не пытаетесь с самого начала стать доходным. Хотя, еще раз я советую осознать, если вы находитесь в Украине, что это очень важно быть доходным и успеть выжить и заработать, не потеряв всех денег. Но можно строить, как бы, традиционный стартап, если вы видите, что у вас на это есть силы, есть ресурсы, и что вы можете дожить до того момента, когда ваш стартап начнет масштабироваться. Вот вкратце за 15 минут, что делать и как строить стартап. С удовольствием отвечу на вопросы и через некоторое время с удовольствием с парой моих коллег прослушаю ваши презентации. Спасибо. Открытку вопроса. Какие показатели должны быть у стартапов в сфере e-commerce, чтобы быть интересным бизнес-ангелом? Смотрите, на самом деле абсолютные цифры важны только условно. Важнее всего скорость роста. То есть, иными словами, если к инвестору приходит стартап, почти неважно, какого уровня, и в январе продажи были, предположим, миллион долларов, а затем в августе продажи 850 тысяч, ну, скорее всего, такой стартап просто неинтересен вообще. То есть стартап, который почти год не вырос, и скорее даже упал, очень малоинтересен. Дело в том, что инвестор инвестирует для того, чтобы потом заработать, когда стартап продастся. Если у стартапа роста нет, то инвестор, скорее всего, не заработает никогда. То есть это просто потерянные деньги. Что касается, собственно, величины, ну, естественно, если у стартапа продажи в сотнях долларов, то это пока не бизнес, это такой тест. Если у продажи стартапы в тысячах долларов, это интересный продвинутый тест. Если у стартапа продажи в десятках тысяч долларов, Наверное, в этом что-то есть. Наверное, как-то кто-то в рынке реагирует на такой стартап. Я знаю про разные катовцы, крыши, ниже которых люди не смотрят. Есть ангел-инвесторы, которые смотрят на любой стартап. Таких довольно мало. Как правило, ангел-инвестор хочет уменьшить свой риск и хочет посмотреть на стартап, у которого есть хороший market fit, то есть хороший, я не знаю, как сказать, market fit по-русски, восприятие того, что рынок сказал «да». Это нечто интересное. Как правило, считается, что несколько тысяч долларов в месяц – это что-то. Это такой продвинутый тест, который говорит о том, что у стартапа есть довольно большой шанс. Например, когда мы инвестировали в компанию Sandberg, они пришли к нам с продажами 35, по-моему, тысяч, чуть больше 30 тысяч долларов в месяц. И за то время, буквально три, по-моему, года или четыре, пока мы остались у них в инвесторах, они выросли в 200 раз с точки зрения продаж. Мне кажется, что это совершенно колоссально. Интересуют ли ангел-инвесторов продажи меньше 10-30 тысяч долларов? Иногда да, но, как правило, редко. Вот такой развернутый ответ. Еще раз помните, что величина продаж не так важна, как скорость их роста. И скорее кто-то инвестирует в компанию, которая показывает очень крутую траекторию, чем в компанию. Конечно, не с цифры 2 доллара, потом 4 доллара, а с цифрой хотя бы 20 тысяч долларов, 40 тысяч долларов, 60. Да, Игорь, скажи, пожалуйста, как в Америке очень важен фокус? Намного больше инвесторы смотрят, насколько сфокусирован стартап. Как стартапу, у которого есть marketplace, у которого есть и B2C аудитория, и B2B, правильно запичить на этапе seed, чтобы показать, что это сильная сторона, а не расфокус? Спасибо. Слушай, это очень хороший вопрос, да, рад тебя слышать. Я не думаю, что на него есть четкий, честный ответ, но ты абсолютно прав. Инвестор не хочет расфокусаться, никакой инвестор не хочет, чтобы к нему пришли и стали с ним как с другом на кухне. У нас есть такая VC-кухня, болтаясь, ой, а могу еще и так. Но, в общем, есть у нас еще мысли сделать то-то, это не разговор с инвестором, это как бы человек, приходящий в магазин, и хочет, чтобы ему сказали, ой, ну, в принципе, вы можете купить сапоги, а также шляпу, а может быть все-таки одежду и так далее. Он хочет, чтобы ему четко сделали питч. Поэтому, конечно, должен быть фокус, но этот фокус должен отвечать нежеланию показать что-то инвестору. Потому что, да, инвестора, конечно, можно обмануть, и многие инвестора обманывают. Инвесторов обманывают. Но этот питч должен быть действительно тем, что он делает. Поэтому я отлично понимаю, как бы твой вопрос, бывают ситуации, когда компания делает и B2C, что в этих случаях делать? Ну, тут есть как бы дилемма. Во-первых, нужно выбрать, чем все это ты занимаешься. Мой совет достаточно простой, мне кажется, это самый лучший факт. Подумать, что может быть фокусом сейчас, и пить именно этот фокус. Не нужно говорить, я не предлагаю обманывать. Просто не стоит рассказывать про второе. То есть, вот, предположим, если сейчас фокус B2C, есть мысли про B2B, но не надо на таком раннем уровне пугать инвестора и рассказывать, а еще у нас есть B2B и так далее. Просто стоит пока эту сторону оставить и держать ее. Может, она даже и развивается до лучших времени. Просто в другом случае будет такое ощущение, что ты пришел в магазин купить рыбки, а тебе рассказывают и там про львино, и про сыр. И как-то немножко тебя завлекаешь, что у тебя конкретная задача купить. Понял, спасибо большое. Еще один короткий вопрос. Если стартап уже имеет офис в Штатах, но сейчас пандемия, да, вообще, как ситуация сейчас оффлайн-встречами. И если бы ты сейчас был в Украине и имел офис в Штатах, откуда лучше пичить онлайн? Есть ли смысл ехать даже в Штаты, чтобы онлайн пичить? Спасибо. Нет смысла ехать в Штаты, это абсолютно точно. И вообще мир становится все меньше, и виральность, виртуальность становится абсолютно нормальной, приемлемой. Абсолютно нет ничего. Более того, ребят, очень важный момент, который стоит всем послушать, о котором стоит всем задуматься. Чем инвестор умнее, тем больше он понимает, что практически без разницы, где находятся сотрудники. Важно, где находятся ваши клиенты. Если ваши клиенты находятся на тех рынках, на которых потом велика вероятность вашей покупки, вы очень классная, интересная компания. Если вы хоть 10 раз находитесь в центре Сан-Франциско, но у вас мало растущих американских клиентов, вы гораздо менее интересны. То есть я не стал бы напрягаться, особенно сейчас. И раньше это было не суперважно. Особенно сейчас, когда карантин, и, в общем-то, быстрее, чем где-то полгода, год, никто и не ожидает, что это, имея минимальные ресурсы и учитывая, как мало сейчас оффлайн-мероприятий в Сан-Франциско и в долине, я очень не советую сейчас. Спасибо, Игорь. Значит, мы в правильном месте. Супер. Рад слышать тебя. Игорь, еще у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот сейчас говорят, что инвесторы все пытаются рассматривать сделки на более поздней стадии, да, и сейчас меньше перестали присидировать и сидировать. Вот с чем это связано и в какие стартапы такие инвестируют? Что важно для инвестора при выборе вот в нынешней ситуации при сиде? Что ужесточилось, возможно? Я не думаю, как ни странно, ничего не ужесточилось. Вот самое забавное, что когда весь бизнес начинался, все, включая нас, были немножко, не то чтобы скублены, но как бы озабочены тем, что, блин, ребят, сейчас сделаем инвестиции, экзит не будет, зарабатывать не будем. Но самое удивительное дело, что если оценки не поменялись в стартапах, то только чуть-чуть, если честно, такого прям радикального падения не увидел. Количество инвестиций, по крайней мере, в Silicon Valley и вообще в Америке уменьшилось просто вообще. Просто вообще, вот как примерно было, такие остались. Никакой безработицы в стартапах в сфере IT нет вообще. То есть народ гоняется друг за другом, за сотрудниками и так далее, просто с дикой скоростью. Особенно в Калифорнии, в Silicon Valley, в меньшей степени других регионах. Вот. А во что инвестируют? Все инвестируют, как и раньше, в то же самое, в то, что быстро растет и в то, что быстро растет на тех рынках, на которых очень все многообещающее. И никто никогда не хочет инвестировать в то, что не растет или растет крайне медленно, или находится на немногообещающих рынках. То есть, иными словами, компания, которая говорит, мы таргетируем рынок Белоруссии, ну, вряд ли интересно. Компания, которая при очень небольших продажах растет на 20-50% в год, вряд ли интересно. Компания, которая находится в индустрии, которая сейчас в жутком кризисе, я надеюсь, никого сейчас не убиваю этим комментариям. Ну, там, не знаю, компания Вобинские путешествия, никто сейчас инвестирует в компанию Вобинские путешествия или в строительство отелей. Очень много. Кто-то, наверное, инвестирует, но шансы очень маленькие. И поэтому, как и всегда, я всем советую, прежде всего, конечно, строить то, что вы знаете, почему лежит ваша душа, строить что-то уникальное и фокусироваться, прежде всего, я всем, как всегда говорю, на росте, на росте и еще раз на росте. А такие вещи, как продукт, сколько в этом продукте всяких колокольчиков и свистков, насколько классно он работает и там, и там, и там, какие еще кичи, это все очень тридцатистепенные вещи. В первую очередь нужно искать очень серьезные проблемы, за которые либо, а, люди готовы платить, и эти решения будут легко продавать, либо которые, б, очень виральные, очень быстро будут расти, и вы сможете получить огромную аудиторию. А если вы сможете найти что-то, где есть возможность создать что-либо, и удовлетворяющие серьезные потребности, за что люди готовы платить, и еще и быстрорастущие, вау, ну, значит, вы строите нечто очень круто. И в целом, да, сейчас инвесторы, конечно, ищут, как и обычно, какие-то очень горячие индустрии, очень горячая индустрия сейчас является виртуальной реальностью, поскольку многое переходит в офлайн, очень горячей индустрией является образование, и, безусловно, те из вас, кто в этой индустрии знают, что все, что касается биотека, медицины, фармацептики, просто, ну, просто в облаках. Меня зовут Антон, я из компании ApiWay. ApiWay – это No-Code Integration Platform и B2B Software Marketplace. Сейчас на рынке более 90 тысяч сервисов по миру, да, и вендоры тратят более 40 миллионов долларов на продажи и маркетинг. И на этом рынке есть несколько проблем. Первая проблема – сервисов очень много, их очень трудно выбирать конечному потребителю. Вторая проблема – эти сервисы нужно интегрировать между собой по Api и передавать данные. И третья проблема – вендоры платят более 85 долларов за клик в Google Ads. И если вы будете решать эту проблему старым способом, то вам необходимо брать консультанта, интегратора, который расскажет вам, какой B2B софт нужно использовать. Или пользователь может платить за такие сервисы, как Zapier. Мы предлагаем новый способ решения этой проблемы. Пользователь приходит к нам на сайт, мы рекомендуем ему самый классный технологический стэк, а потом он бесплатно делает интеграции между разными сервисами, без программиста. Собственно, сейчас у нас на платформе уже есть 10 интеграций, которые могут интегрировать между собой маркетологи. В основе нашей бизнес-модели – это бесплатная интеграционная платформа, которая генерирует, собственно, трафик. И потом мы позволяем другим вендорам, другим B2B сервисам показывать рекомендации на нашей платформе. Вот так у нас выглядит интерфейс. То есть во время того, как пользователь делает интеграцию, допустим, присоединяет Facebook лиды и Google таблицы, мы ему говорим, чувак, тебе, например, нужно CRM и сервис e-mail рассылок. Попробуй там Pipedrive, HubSpot, MailChimp и так далее. И, соответственно, по клику вендор платит от 2 долларов за рекламу. Мы работаем на стыке между интеграционными платформами и самым главным конкурентом в этой нише – компания Zapier. У нее валейшн уже больше миллиарда долларов, соответственно, есть еще и другие игроки, которых уже купили большие стратеги. И другая серия конкурентов – это B2B маркетплейсы софтов. Главным игроком в этой индустрии – компания Gartner, которая уже купила три стартапа. И тоже большой конкурент G2 Crowd, который стоит тоже под миллиард долларов уже. Чем лучше Zapier? Zapier берет деньги за интеграции. У нас другая бизнес-модель, поэтому мы можем быть полностью бесплатные и пользователь может нас использовать неограниченно. То есть мы бесплатные, Zapier платный. Трекшн, который у нас сейчас есть, у нас более 500 пользователей, которые сгенерировали уже 1800 интеграций. Сумма сделок превысила больше 12 тысяч долларов. То есть мы продали софтов на 12 тысяч долларов. Вышли на продукт, заняли третье место. Получили пресид раунд от компании Unisender. Я закончу, потому что там была чуть-чуть проблема. Получили пресид от компании Unisender. Летом планируем другой раунд инвестиций. Продуктовая цель – стать стандартом индустрии по интеграциям. Бизнес-цель – продать компанию стратегу. Это может быть G2 Crowd, Gartner или Zapier. Ну и команда стартапа. Собственно, у меня есть опыт в продаже софтов для Marketing Automation. Это была компания ActiveCampaign. У моего партнера есть… он работает в аутсорсе. Соответственно, есть опыт создания и программирования SaaS для клиентов. У меня все. Готов ответить на вопросы. Слышно меня? Да, слышу, слышу. Слышно? Да, очень классный питч, очень четкий, абсолютно понятный, нужный продукт. И как бы осталось только главное понять… Единственную часть, не понял, какими путями продукт продвигается. Не стоит сейчас на это отвечать. Но я с удовольствием потом посмотрю. Ну и я думаю, что если все вот пойдет так примерно, как написано, я бы в какой-то момент там ближе к Roundway с удовольствием бы обсудил. Очень интересно, очень четко, ты офигенно презентуешь. Очень классный продукт. То есть вкратце, самый главный модель у нас продвижения – то, что мы разрабатываем новую интеграцию с новым вендором. Вот, например, мы недавно с Пайпдрайвом сделали интеграции, попали на ихний маркетплейс и они начали нам давать лидов. То есть, соответственно, чем больше у нас интеграции, тем у нас больше лидов. Это первая модель роста. Вторая модель роста – так как у нас бесплатная интеграционная платформа, к нам пользователи приходят, друг другу рассказывают World of Mouse. И вообще я искренне считаю, что World of Mouse – это самый крутой инструмент. То есть вот такая штука. И еще мы продвигаемся через лидеров мнений. То есть это, например, человек, который учит, например, настраивать Facebook-рекламу. Он своим студентам рассказывает, что, например, есть API-way, вы можете присоединить там Facebook-лиды с Google-табличками. Есть люди, которые обучают, например, продажам, и они внедряют CRM. Они приходят и говорят, смотрите, вот нужно вот так, вот так, но вы еще можете через API-way CRM-систему соединить там с MailChimp, например. То есть вот это вот три таких самых основных драйвера роста наших, которые есть сейчас. Нормальные драйверы. Я думаю, что бизнес сейчас находится на такой стадии, когда все меньше будут, чем дальше, тем меньше будут вопросов по поводу бизнеса, конкурентов и так далее, и все больше будет тот вопрос, который я задал. Поэтому мой совет вот сейчас, ну, ты и так являешься, что это делаешь, но мой совет – всячески сейчас фокусироваться на росте, на масштабировании, и в первую очередь, а не на продукте и прочих вещах, и делать фокус самой презентации именно на этом, именно на том, как это растет. И еще раз, мне очень было бы интересно, это очень ранний для меня продукт, он такой больше прям совсем ангельский, но я прям с огромным удовольствием посмотрел, мне кажется, что тут что-то может быть прям совсем большое. И главный вопрос – рост рост. Апикс Драйв? Да, но у них модель отличается от вашей. Я знаю все стартапы, которые в этой индустрии. Ну, первое, мне вообще не интересует… Но их не было у вас просто в презентации. Меня абсолютно не интересует Апикс Драйв, есть еще в России Альбата, объясняю почему. Потому что у меня конкурент Zapper, он стоит миллиард. Если я разберусь с ним, то Апикс Драйв отпадет автоматически. Красиво. А можно вопрос к Игорю задать? Вот вы говорите, что очень крутой стартап, класс, хотите пообщаться, но при этом вы не инвестируете в это такое. Что вот это общение может дать стартапу на раннем стадии, когда вот инвестор заинтересован пообщаться? С какой целью должен приходить тогда стартап? Это очень классный фидбэк, когда инвестор говорит, что мне интересно, я бы пообщался. Это не значит, что инвестор будет часы драть, делать встречи и так далее. Это значит, что это что-то, во что инвестор бы инвестировал. Просто у этих инвесторов есть своя стадия. Для нас, как для венчурного фонда, мы смотрим на гораздо более позднюю стадию. Такая разная стадия не для нас. Но я бы пообщался там 10-15 минут, понять, какие приоритеты, куда стартап идет, с тем, чтобы когда стартап дорастет, до наших примерно величин, чтобы уже и мы были знакомы, я бы знал, кто они, что они, не первый раз о них думали. И чтобы стартап от меня раньше получил совет того, что делать и как делать, чтобы мы потом могли сверечься. С моей точки зрения, это дико ценная штука. И когда я и мои партнеры в 90-х, в начале 2000-х, строили, блин, я бы очень хотел, чтобы хоть один инвестор бы мне такое сказал. Все инвесторы тех времен говорили другие речи. Игорь, спасибо большое. Спасибо всем. Мы тогда делаем еще маленький короткий перерыв. Меня зовут Василий. К сожалению, миллионы домашних животных каждый год теряются. И для того, чтобы животное могло быстро вернуться домой, у него должен быть какой-то идентификатор, по которому можно быстро связаться с его владельцами. Таким образом, мы создали цифровой паспорт животного, куда можно сконнектить любой из существующих сегодня идентификаторов. Это или подкожный микрочип, или жетончики. Туда же можно загрузить фотографии, важные документы по животному. И там же мы развиваем дополнительные сервисы уже по модели подписки. С другой стороны, мы генерируем большое количество ценных данных для производителей. Таким образом, мы уже объединили разных игроков рынка на одной платформе. Для того, чтобы получать пользователей, мы производим и продаем лучшие в мире жетончики для животных. Это огромный рынок. Значит, наши жетончики, с одной стороны, полностью персонализируются пользователями. С другой стороны, есть уникальный QR-код, который связан с цифровым профилем животного. За последние 12 месяцев у нас рост продаж в Украине 700%. Сейчас делаем все для того, чтобы повторить эти же показатели на рынке Америки, где у нас уже есть производство собственное. Мы делаем проекты с лидерами рынка в нашем регионе. Сейчас запартнерились с PetCube в Америке. Например, есть проект с одним из крупнейших производителей ошейников. Они комплектуют все свои товары нашими жетончиками. Таким образом, они не только увеличивают свои продажи за счет того, что выделяется на фоне конкурентов, но главное – это оцифровывать своих клиентов. А оказалось, что это огромная проблема в нашей индустрии для производителей. Но мы получаем тысячи и тысячи пользователей вообще без прямых вложений в рекламу. Мы зарабатываем уже почти 20 тысяч долларов в месяц. При этом большая часть все еще на продажах ID. Но уже провели тесты подписки. И здесь видим самый огромный потенциал. У нас более 220 тысяч животных зарегистрировано. Очень хороший рост по новым юзерам в месяц. Более 300% за последние три месяца. Рынок тоже клево растет на 4-5% каждый год. Уже достиг почти 100 миллиардов. Конкурентов превосходим тем, что они пытаются заработать на продажах ID. А мы как раз знаем, как прилечь юзеров без прямых инвестиций в рекламу. При этом мы видим потенциал стоимости идентификации в мире, то, на чем они зарабатывают, подвести к нулю. В прошлом году мы очень быстро строили полмиллиона долларов инвестиций. В этом мы начали продажи в Америке. Недавно запустили мобильное приложение, проекты с производителями. В следующем году планируем активно скейлиться. У нас полностью окомплектована команда. Все очень вовлечены. В борде у нас два CEO и фаундера международных крупных компаний, которые продают товары для животных в 60 странах мира. И сейчас же мы ищем таких же вовлеченных стратегических партнеров и инвесторов, которые ищут проект, где бы не только миллиард заработать, а и который изменит этот мир к лучшему. А они молодеют именно такой проект. Кстати, 150 тысяч мы уже срейзили, поэтому осталось всего-навсего 850. Спасибо, буду рад ответить на вопросы. Круто. Слушай, ну, очень классный питч, и очень рад тебя слышать. Собака моя девушка с гордостью носит, и они молоди. Вот, так что даже немножко вовлечен. Единственное, питч очень классный. Когда-то был, кстати, победителем нашей ABC-кухни. Второй, по-моему, я уже не помню о нашей кухне. Вот. Первый, да? А, тем более. Вот. Из таких советов, которые можно дать, я думаю, что вы все правильно делаете. Мой тебе как бы главный совет – это как можно больше… Собственно, на самом деле, тот же совет, который был только что, как можно больше фокусироваться на росте, на продажах, на цифрах, и как можно меньше фокусироваться на продукте, потому что у нас у всех вот это бесконечное желание сделать продукт еще лучше, сделать клиентов еще счастливее, там, улучшить и так далее, и так далее. Ну, все похвальное и классное, но как бы рост, рост, рост. Поэтому в первую очередь это поиск каналов дистрибуции, поиск маркетинговых партнерств, поиск возможностей приобретения клиентов, выхода на новые рынки и так далее, и так далее. Что-то, что может постоянно компания создавать такой дух в компании, как еще вырасти, где еще найти способ роста. Все, к росту прикладывается все. Если ты растешь, тебе прикладываются клиенты, классный продукт, правильные фичи, правильное партнерство, пиар, инвесторы, рынки, оценка компаний. Вот просто все. Так, собственно, мне как бы добавить нечего. Простой и понятный продукт, который, безусловно, нужен все, кому я человеком 3 или 4 рассказывал, все сразу говорят, да, круто. Мне бы очень хотелось, мне было бы интересно. То есть вот как бы самое главное. Я понимаю, что тут еще раз вопрос, конечно, курица и яйца, потому что для роста особенно с таким продуктом нужны деньги. Но я вернусь сначала к своей микролекции. В самом начале идеальный совершенно продукт для акселератора, просто идеальный. И я бы, продолжая бизнес, сейчас просто вот изо всех сил думал про топовые, ну и не только топовые, топ, может, 10, 20, акселератора обязательно не пошел, потому что это идеальный акселератор. Окей, спасибо. Возможно, Сергей что-то скажет. Сергей с нами. Да, Сергей и Владимир вместе слушают. Они просто просили их извинить и позволить им слушать без комментариев. Но они все слушают, и мы все обсудим. Но если что, то, может, они напишут мне, но они предпочитают просто смотреть и слышать. Они в сети. Можно я так задам вопрос? Собственно, подписка там зачем? То есть я понял, что ID – это, по сути, такой Tripwire Lead Magnet. Допустим, у меня есть собака. Мне понятно, зачем купить жетон. Зачем я должен платить? Я просто вашу предназначу еще до этого смотрел. То есть почему я должен платить каждый месяц 3 доллара? То есть что вы мне даете? Не должен. Ты можешь? Ну, могу, могу. Да, ну, туда входят несколько таких базовых фич, которые люди без них покупали. Кстати, у нас подписка во время теста. Это страховка на жетон. То есть жетончики теряются. Наши пользователи примерно раз в 6-12 месяцев покупают новый жетон. Плюс мы постоянно делаем прикольные дизайны, и люди просто, им нравится получить новый жетончик. Плюс дополнительные фичи. Возможность хранить больше документов. Скоро напоминание о ревакцинациях. То есть тут такие штуки. Но на самом деле, как говорит Игорь, мы больше фокусируемся сейчас на росте. И вот эти фичи, их уже с головой достаточно для того, чтобы люди покупали подписку. Окей, понял. Спасибо. Спасибо. Ну что тогда? Еще один вопрос, да? Увидел, что такое B2G? B2G? Да. Там такого не было. Но B2G – это работа с городами. Когда клиенты – это города. Окей, мне показалось, последние там 3 было. 3 B2G. Не было, а B2G – это 3. B2G – это 3 было. Давайте посмотрим. У нас 15 секунд, ребята. А, окей, 20 городов. У нас есть тоже это направление 20 городов. Точно. Я его здесь сюда включил. 20 больших городов в Украине используют нашу платформу как систему для лицензирования животных в городе. Но мы сейчас на этом не сфокусированы и развиваем то, что я как раз запичил. Спасибо. Спасибо еще раз. Все, ребят, давайте. Съединяемся. Добрый день. Меня зовут Олег. Я являюсь CEO компании Комин. Комин помогает генерировать прибыль контентным сайтам. В мире существует более 62 миллионов контентных сайтов. И, согласно статистике, 84% владельцев контентных сайтов используют партнерский маркетинг в качестве основного канала монетизации своего ресурса. Партнерский маркетинг – это когда вы рекомендуете товар и получаете комиссию за продажу этого товара. Однако 70% владельцев сайтов не зарабатывают на партнерском маркетинге вообще. Почему так происходит? Потому что каждый раз, когда вы пишете статью, вам нужно найти подходящий оффер из тысячи сотен партнерских программ. Потом вставить линк на этот оффер, либо же подготовить карточку товара. В любом случае это ресурсо, либо трудозатратно. С Комин – все, что вам нужно, это единожды настроить виджет и встроить его в свой сайт. Все. Теперь система будет автоматически находить лучшие предложения, лучшие офферы от разных партнерских программ и отображать товар в качестве товарной карточки в каждой новой статье. Как это работает? Пользователь читает статью, видит виджет, в котором товар максимально релевантен к контенту. Товар подбирается автоматически, без использования в cookies файлов, с помощью машинного обучения. Пользователи могут кликнуть на виджет, ознакомиться с детальной информацией и совершить покупку прямо здесь, без перехода на сайт онлайн-магазина. За счет подбора релевантного товара виджет увеличивает кликабельность в два раза. А за счет простого оформления заказа конверсия вырастает в полтора раза. Наша бизнес-модель очень простая. Мы берем комиссию с каждой продажи. Заработок наш зависит от маржи, которую устанавливает владелец товара. И коммерс-рынок на данный момент составляет 3,5 триллиона долларов и он растет от года в год. 23% этого дохода генерируется с помощью как раз партнерского маркетинга. А четверть этого дохода с помощью контентных сайтов. Именно поэтому мы выбрали их в качестве нашей таргет-аудитории. Конечно, на таком огромном рынке масса конкурентов, однако все они работают по другим принципам. Они не подбирают товар по контенту и перенаправляют пользователей на сайт онлайн-магазина. Это дает нам конкурентные преимущества. В 2018 году мы сделали апробацию нашей идеи и уже осенью 2019 года запустились на украинском рынке. За это время мы провели пилотные запуски с крупнейшими диджитал-паблишерами и интернет-магазинами. Осенью мы получили грант от УФС, который мы планируем потратить на выход на СНГ рынок. У нас отличная команда с огромным опытом в разработке диджитал-продуктов, маркетинге и коммерсе. Именно поэтому мы уверены в нашем будущем успехе. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Очень интересно и очень здорово, что вот такая заточенность под рост, заточенность под прогресс. Мне кажется, что как раз один из тех продуктов, которые могут быть и виральные, и очень круто растущие. Я по конкурентам все-таки, прошу прощения, может быть, это просто мое незнание. Я не очень понял. То есть, часто у нас была такая передача, точнее, в одной из передач в секунду, мы как раз подробно разбирали по конкурентам. Как правило, у нас есть такая фича, а у них нет такой фичи. Ну, это такое не очень могучее доказательство. В чем, если сформулировать, Олег, вот в чем одними или двумя предложениями уникальное преимущество для конкурентов? Ни один из существующих конкурентов на рынке не подбирает товар автоматически. То, что делает наша система. Причем у нас есть несколько способов подбора товара. По релевантности к контенту, по линкам, если вы ранее уже вставляли в свой контент какие-то партнерские ссылки, либо ссылки на интернет-магазины, мы также можем определить, просканировать эти ссылки и подобрать, вставить автоматом эти товары в карточку товара и отобразить их в вашей статье. То есть этого не делает ни один конкурент. И также у нас есть функция, опция такая, которая позволяет сделать покупку товара без перехода на сайт-магазин. То есть здесь же открывается поп-ап, карточка товара, то есть e-commerce, который встроен в контентный сайт. Этого нет ни у кого из конкурентов. Окей. Ну, мне очень интересно, я с удовольствием, опять же, я боюсь, что чуть-чуть еще пока рановато для меня, но я бы с удовольствием посмотрел презентацию, может, там минут 10 поболтал бы в отношении того, в какую сторону идет рост, какие следующие планы, какие шаги подготовиться на будущее. Но мне кажется, что, как и вот в паре предыдущих презентаций, очень классная такая фаза, потому что промульт уже есть, маркет трекшн есть, пользователи есть, есть рост. И самое-самое главное сейчас, конечно, это рост, конечно, скорость роста. Я понимаю, что это дикая проблема, потому что все эти там инвесторы такие, ну, теперь тебе расти надо. Ну, я понимаю, что мне расти надо. Деньги, да, и когда будем расти? Ну, как бы с деньгами любой дурак может расти. Да, приблизительно ситуация похожа на ту, которую вы озвучили. Действительно, мы сейчас очень сильно сфокусированы на трекшне, на KPI текущих на данный момент, сделать как можно больше ГМВ, показать ревеню текущую, потому что действительно все инвесторы абсолютно требуют четкие, понятные показатели, ниже которых вообще неинтересно смотреть стартапы в этой сфере. Вот этим и заняты, собственно. Ну, супер, я очень люблю это английское выражение, the proof is in the pudding. Доказательство пудинга, название там ни в чем, а в пудинге. И, соответственно, доказательство такого продукта только в росте. Когда ты приходишь и красивая, классная, кривая роста, то что даже говорить, все классно. А когда этой кривой нет, то тоже, как бы, раз продукт такой крутой, почему же он так круто не растет. В общем, я с удовольствием бы пообщался, очень интересный подход. Я бы посмотрел, чем, как бы, на пару конкурентов, чем отличаются они. Ну, да, теоретически при некоторых составляющих может оказаться действительно огромная, очень крутая компания. Спасибо за презентацию. Тоже смотрел ваш проект, минут 20 копался, но мне кажется, у вас там нет самого главного конкурента. Это Google Ads. Вот, и, соответственно, вот, например, у меня контентный сайт. У меня есть, например, там тысячу просмотров статьи. Я могу вставить ваш виджет, а могу вставить виджет Google. Вот, собственно, есть уже какие-то метрики отличия. Ну, собственно, чем вы лучше Google Ads, можно так сказать. Хороший вопрос, спасибо. Отвечу следующим образом. Однозначно, все, что касается монетизации, мы попадаем под конкуренцию с Google в том числе для сайта, для нашего сайта-партнера. Собственно, формально это другой рынок. У них рынок рекламы, у нас CPA рынок, это cost per action. Другой принцип заработка, но я понимаю, что действительно для сайтов это одно и то же. Как им зарабатывать, так или так. Так, соответственно, с помощью CPA-маркетинга весь Запад на самом деле сейчас… Те контентные площадки, которые готовят коммерческий контент, зарабатывают намного больше на CPA, нежели на рекламе. То есть здесь очень важен тип контента, который готовит те или иные площадки. И если площадка заточена под коммерческий контент, однозначно с CPA-платформой она заработает намного больше, это в разы, чем с классической рекламой. Спасибо за вопрос. Спасибо. Время. Всем привет. Меня зовут Андрей Ярошенко, я основатель Fantasy Match. Знакомство для этичных, открытых и полиморных отношений. Основа таких отношений – договоренности между партнерами, вопросах эротики и романтики между друг другом. Главная мотивация – не врать друг другу. Некоторые говорят, что это альтернатива серийным моногамии, так называемой, либо изменам. У нас рынок 100 миллионов, мы фокусируемся на два города – Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Какие есть две проблемы? Кроме как найти того человека, с кем будет chemistry, клик, есть проблема вовлечения. Мы сейчас с классной девчонкой, надо заговорить. Просто банальный привет, не хочется писать. Как мы решаем эту проблему? В знакомство мы добавляем игровую механику и контент. Мы сделали продукт, iOS-приложение пока что, в котором есть три раздела. Профили людей, как обычный дейтинг. Есть разделы с игровыми карточками, которые можно использовать, когда создается комната при мэтче. Есть еще образовательный контент. У нас монетизация классическая для дейтинга, но кроме премиальных фич, мы добавляем еще в подписку включен контент. По сути, мы строим магазин, в котором есть разные поводы поговорить. И мы увидели, что в нашем продукте появляется офлайн-составляющая. Люди, которые встречаются, у них та же проблема есть. И у них можно о чем-то поговорить более весело, что ли. И мы предполагаем, это наша гипотеза, что наш продукт можно использовать в офлайне. Среди конкурентов, у нас самый большой конкурент это Match Group. Они уже есть на этом рынке. Пока в их продукте есть переключалка для таких отношений. И говорят, что этот продукт выжил только благодаря этой переключалке. Мы отличаемся от конкурентов контентом и игровыми механиками. Я основал до этого агентство маркетинговое с миллионным оборотом большой команды. Работал с FMCG брендами на разных рынках. У Юлии большой опыт консультирования пар, она сексолог и секс-эксперт. У нас офигенно сильная команда разработки. Кирилла 12 лет плюс в больших высоконагруженных продуктах. У нас ранняя стадия. Мы зарабатываем сейчас 65 центов на пользователя. У Тиндера 50 центов. ЛТВ как соотношение пока не супер айс, но мы знаем, что с этим делать и как с этим быть. Мы находимся пока вот здесь. И у нас есть ответ на вопрос, как нам прийти к первым 200 тысячам. Мы будем работать с медиа. Сейчас прямо в заголовке в изданиях иностранных до сих пор нету продукта, который только для этих людей. И это для нас классная возможность, потому что пока это можно просто новое сделать. Также мы работаем с opinion лидерами, конечно. Люди, которые написали и являются известными в этом рынке. У нас есть потенциал работы с App Store, ASO. Там есть очень много органики, но за это надо побиться. Конечно же есть performance. У меня все. Спасибо. Отлично, супер, спасибо. Я начал говорить, что с дейтинговыми приложениями существует, конечно, несколько проблем. Одна из этих проблем – это, так сказать, проблема пустой комнаты. Когда количество, критическая масса людей настолько маленькая, которая пользуется, что когда приходят пользователи, они видят, что людей мало и уходят. Соответственно, дальше приходят пользователи и так далее. Как вот решается, самый главный вопрос, как решается вот эта проблема пустой комнаты? Фокус. Это совершенно точно, что нужно быть очень сфокусированным, потому что если в Лос-Анджелесе нас пять пользователей, то мы никому не интересны. Фокус в превращении трафика. Но у нас есть еще вторая часть. Вот контентная часть, которая… Мы понимаем, что по статистике люди используют четыре-пять приложений для знакомств. И мы, общаясь с нашими пользователями, увидели, что проблема, которую мы решаем, она касается вообще всего рынка. То есть весь дейтинг идет в такие вовлекающие механики игровые. И мы предполагаем, что даже там, где нас нету, а у нас есть пользователи сейчас в базе даже среди тех двух тысяч, то есть они, понятно, не все в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, мы видим, что люди, которые в географии, где нас нету, они покупают наш контент и используют его, собственно, уже в своем контексте. И это то, что нас отличает от всех других игроков. И, собственно, мы получаем деньги даже с тех пользователей, которые… Вот где есть проблема пустой комнаты. Краткий ответ – это фокус на географии и проверка наших гипотез с контентом, которые мы увидели и сейчас это развиваем. Опять каверзный вопрос. Смотри, вот я недавно… Я использую такси болт, допустим, да? И сейчас они запустили самокаты. Они не делали отдельную аппу для самокатов. Ты заходишь в болт, и там у тебя справа машинка либо самокат. И, соответственно, смотри, прикинь, ты сейчас, короче, движуешь, весь мир становится полиаморным, движуха классная, и тиндер такой берет и говорит, слушай, чуваки, а давайте мы кнопочку поставим, например, тут там для BDSM-щиков, тут для таких, тут для таких. И, соответственно, а у всех уже тиндер установлен. Вот что… Ну, как это? Почему тиндер это не сделает? И если он это сделает, что ты будешь делать? Ну, это нам на руку, потому что не все… У нас penetration рынок, рынок на очень ранней стадии. И в мейнстрим продукты, особенно компании, которые на бирже котируются, то есть это продукт не для всех, мы понимаем. Но мы понимаем, что эта сфера будет расти. То есть это нормально, не врать партнеру своему. То есть это как бы совершенно нормальный… Ну, просто есть в этом тоже разные нюансы, и тоже мы их решаем через контент. И через… Сейчас просто они не сделают такое. Хотя мы сами как продукт идем по модели суперэпа. То есть мы хотим, чтобы у нас… Вот мы видим контексты не просто знакомств, а для этой аудитории есть много других контекстов. То есть там, если полиморная компания, то это там 3, 4, 5 человека, которые где-то они вместе встречаются и пересекаются. И мы хотим быть продуктом для развлечений, для этих людей. То есть им… И мы закладываем модель платформенную у себя, но фокусируемся сейчас только на одной штуке. Ну, мы запустили, увидели, что работает. Но сейчас как бы и продуктовый, и вопрос тестирования каналов, как бы всей экономики, всего остального. Но вот ты написал тоже, что у тебя продукт какашка. То есть у нас сейчас тоже как бы неофигенный продукт. Там как бы можно еще сделать точно лучше. Но уже есть подтверждение, что пользователям это надо, есть покупки. И понятно, куда двигать дальше. Главное, надо общаться с пользователями. Вот это как бы самое золото. Разносишь, да. Как в этот продукт мужиков загнать вообще? Ну, все понятно. А вот что с женщинами делать? У нас 70% пользователей парой. 30% там как бы распределение тоже 60-40. И 60 мужчин, 40 женщин. И в данном случае, в принципе, это глобальная проблема любого продукта. Любого продукта, неважно там какого. Или Pure, или Hinge, или Tinder. И тут уже это решается как бы и маркетингом, и позиционированием, и всем остальным. То есть у нас 70% специфика рынка такая, что 70% это уже пара. Все, спасибо. Все, да. Спасибо. Спасибо. Так, наш последний стартапчик на сегодня. Ньюскетчер. Кликер проверяем. Проверю кликер. Ага, все. Меня слышно? Да. Погнали. Окей. Всем привет. Меня зовут Артем. Я сооснователь Ньюскетчер. Мы предоставляем моментальный доступ к новостным данным. Проблема, которую мы решаем, заключается в том, что дата-ориентированные команды и компании уже хорошо научились анализировать свои внутренние данные. Но они хотят находить другие рынки, другие данные, так называемые альтернативные источники данных. К примеру, может быть, компании, которые анализируют маркет. Допустим, хедж-фонды, которым нужно постоянно знать, что происходит с компаниями в их портфолио. Итак, новости. Новости, как источник данных, это что-то, что необходимо агрегировать из десятков, а иногда и сотен тысяч новостных ресурсов, так как это все разные сайты, у них нет структуры, и плюс ко всему они постоянно обновляются. У нас есть решение. Мы агрегируем и собираем все эти новости в одном месте. Мы их нормализируем, структурируем, правильно индексируем. И наш продукт – это API для доступа ко всем новостным статьям, в том числе и локальным. Наша целевая аудитория – это такой горизонтальный спектр компаний из очень разных индустрий, так как данные являются лишь элементом для их финального продукта. Сейчас мы работаем с компаниями из PR, у нас есть новостной агрегатор, медиамониторинг, а также глобальная компания здравоохранения. Из тех компаний, которые мы скоро подпишем, есть хедж-фонды, научные исследователи, а также компании из индустрии FinTech, AdTech и InsureTech. Наша бизнес-модель основывается на том, что мы продаем платную подписку к данным. На данный момент у нас нет платных каналов доступа к клиентам, но мы рассчитываем на то, что наш CAC будет 1200 при lifetime value в 6000 долларов. Компании любят нас по двум причинам. У нас отличная документация к нашему API, которая говорит не только о том, как им пользоваться, но и о том, как наши данные собираются. И также они могут за два клика попробовать и получить пример сэмпл данных в прямом времени. Мы также используем входящие и исходящие источники для маркета, а также заключаем сделки с другими площадками, которые помогают нам продвигать наши данные. Мы лучше наших конкурентов, потому что мы правильно индексируем данные. Для каждого языка у нас свои модели, потому что многим клиентам нужно получать именно релевантные новости, а не просто все. А также, выйдя на рынок США, мы поняли, что огромным запросом является полное покрытие страны. То есть даже в том числе и маленькие локальные ресурсы из каждого штата, каждого города. И поэтому мы покрыли весь рынок США, все новостные сайты. Мы увидели эту проблему, это наша личная проблема, мы увидели ее меньше года назад, запустились в июне, и на данный момент мы, так сказать, early traction, у нас 2200 MRR. Чтобы подытожить, мы NewSketcher, мы работаем как data as a service, мы поставщик новостных данных. В общем и целом мы удваиваем наш MRR от месяца к месяцу, и на данный момент мы не привлекали никаких инвестиций извне. Я работаю со своим другом Максимом, я знаю его уже 12 лет, мы оба инженеры данных, и мы решаем что-то, что мы видели сами, проблему на рынке, и мы надеемся, у нас это получится. Спасибо большое. Спасибо, супер. Артем, классная презентация, все четко, все понятно, я все-таки, хотя ты расписал go-to-market strategy, но если честно, я немножко, она проговорена, но я не очень, может просто из-за того, что я эту тему не знаю, не потому что ты плохо сделал, но я как-то не совсем понял, то есть как бы она такая, мы говорим всем о том, что мы есть, мы идем к тем, кто про нас пишет, и вот они нас покупают. Я неправильно ее понял? Все правильно, на данный момент у нас в основном все, что мы получаем, это inbound, у нас есть open-source решения, там где около 3000 старзов на гитхабе, и так сказать, все те программисты, которые так или иначе хотят работать с новостями, очень часто попадают к нам, когда гуглят что-то, через наши репозитории на гитхабе. У нас контент-маркетинг, что здесь очень понятно, работать с данными это все еще что-то новенькое, и мы объясняем о том, как это делать, почему это надо делать, и как именно они могут, как именно они могут бенефитить от этого. То, что считается outbound, ну тут все просто, мы ищем компании, которые мы знаем уже, что они хорошо умеют работать с данными по тем тулам, которые они используют, и говорим, вот у нас есть это, вы можете сделать это, посмотрите. И по поводу партнершипс, наверное, то, что мы сейчас смотрим более всего, мы уже продвигаем наши API через разные площадки, но мы также надеемся в этом году начать сотрудничать с Benzingo, это такой портал для тех, кто занимается трейдингом, они большие довольно-таки в США. Вот они сказали нам, ребят, мы знаем, что вы делаете, у нас долгое время был запрос на что-то такое, и мы хотели бы, используя нашу платформу, перепродавать ваши данные. И таких компаний на самом деле есть еще несколько. Ну, смотри, мне очень нравится интеллектуальность продукта, и меня очень подкупает то, что он вот один из самых, я много смотрю презентацию, он один из самых хорошо вписывающихся в другие бизнесы, в другие модели, он как бы, судя по всему, продукт решающий какие-то проблемы, которые есть у других. Та часть, которая, раз уже есть первые пару тысяч в месяц, нормально, вот, но та часть, которая очень бы хотелось, чтобы вот она как-то была достроена, это дальнейшая фокусировка на том, что конкретно нужно клиентам, чтобы они платили, потому что, опять же, может быть, просто это мое незнание, инвесторов часто это бывает, может быть, мое незнание сегмента, но мне кажется, что при таком явном технической глубине интеллектуализма и так далее, продукт такой, как бы, ну вот, мы решаем общую проблему, и может быть, как раз вот этот последний B2B клиент, которого ты упомянул, может, они как раз один из, не обязательно, что правильный, но один из сигналов, что нужно на чем-то зафокусироваться, на том, где и продавать будет легче, и клиенту больше. С другой стороны, это опасно, потому что, может быть, где-то ждут клиенты в других сегментах. В общем, у тебя сейчас такой какой-то вот период, когда вроде, я так понимаю, работают, уже даже есть продажи, но я бы тут больше думал и брейнстормил, как нам найти то, на чем мы круто вырастим. Окей, я постараюсь коротко и емко сказать по этому поводу. Мы когда начинали, я так и думал, ну, это вообще хороший совет, начиная с чего-то определенного, с определенной ниши, и мы старались выходить на, ну, у нас есть клиенты, как вы видели, из группы, говоря, медиа-мониторинг, пиар, это такой простой кейс. И я общался с многими людьми, которые построили, есть человек, который построил миллиардную компанию на этом, в принципе. Но мы рано, так сказать, уперлись в то, что и описывается как классика data is a service business, то, что к нам приходили ребята, одни были из арт-маркета. Они говорили, что вот ваши данные, мы знаем, что если коррелировать, сколько там тот или иной артист упоминается в новостях, то его там потом работы продаются позже. К нам приходят команды, которые говорят, вы знаете, мы продаем рекламу, и мы вообще-то хотели бы знать, когда там лучше кого-то таргетировать по новостям. И мы увидели эту плеяду use cases, и я должен сказать, что также пообщавшись с людьми, которые делают именно такой data business, они сказали, что в основном в этом и суть, что ты продаешь что-то очень четко, и из-за этого любой может прийти и этим воспользоваться. И, наверное, я все-таки перешел на эту сторону, где я пытаюсь сделать четкие данные, а именно не о volume, а о veracity, о точности этих данных. А там я уже уверен, что будут клиенты, у которых очень специфические кейсы, но из-за того, что это данные, как я и говорил, очень много разных индустрий могут ими воспользоваться. Слушай, ну смотри еще раз, продукт очень глубокий, судя по всему, да, интеллектуальный, продуманный и так далее. Я с огромным удовольствием посмотрю, для меня прям супер рано на этом этапе, но вот просто чувствуется, что это что-то, что-то может, может и не стать. Но что-то, что может стать реально такой большой компанией, огромной платформой, чем-то очень важным. Ну, блин, там на пути к этому еще столько предстоит всяких покапов и серьезных ночных раздумий, что очень страшно начинать даже разговор с тобой. Спасибо большое, было приятно пообщаться. Спасибо, Игорь. Игорь, пока мы закончили, тут еще есть два вопроса. А, да. Первый вопрос. Можешь, пожалуйста, показать свое сравнение, анализ конкурентов? Вот у тебя был целый выпуск, я помню, на весе кухни, посвященный вот все там плохие, а мы хорошие, да, вот разделение. И то же самое, когда есть табличка сравнения по фичам. Можешь, пожалуйста, коротко ответить, что должно быть на этом слайде и вот тут хорошо или нет? Потому что у всех эта проблема часто, да, и попадается, и вот даже для себя все равно не сформировало вот твое видение. Шикарный вопрос, вообще лучший вопрос пока за весь вечер. Если кто-то еще не смотрел, я очень вам советую найти этот выпуск, я, правда, не помню по номеру, но вы по названию сможете висеть кухню, где-то, по-моему, недели две или три назад, две, кажется, насчет конкуренции. Мы, собственно, все спорили, но так более или менее пришли к тому, что да, вот есть, и вы сегодня видели, и то, и другое. Есть два типа рассказа про конкурентов. Первая такая табличка, вот у нас все эти колокольчики есть, а у них этих колокольчиков нет. И вторая табличка, мы здесь, и мы умные, и хорошие, а они не здесь, и они глупые и плохие. Вот, у этого решения нет, ребят, если честно, у этого решения нет. У этого мы все, если помните, ну, тех, кто смотрели, пришли к одному консенсусу, что и это нам не то, и то нам не то, а что же нам то. Опыт показывает, и вроде мы все тогда, хотя мы все всегда спорим, согласились на этом, что должно быть просто четкое описание того, может в таблице, может вот в таком гриде, четкое описание того, что мы уникальны в том-то и том-то. Совсем не обязательно, что никто больше не уникален вместе с нами, совсем не обязательно, что никто не занимает ту же, что у нас, что у других нет чего-то такого. Но мы уникальны в чем-то, ну, я вам приведу пример, например, да, когда Facebook, наверное, там, какой-то сейчас им уже не нужно, конечно, пичили. Когда Facebook пичил кого-то, да, существовал еще тогда Friends, существовал MySpace, там, ну, еще куча всяких было ребят. И я думаю, я не знаю, что пичили они, но они, наверное, пичили тогда, что у нас открытая платформа, на которой можно запускать другие приложения, у других этого нету. У нас очень четкий фокус в нашем ДНК, который начинался с Гарварда, потом с бостонских университетов, потом вообще со студентов, и потом уже молодежь. И, соответственно, у нас четкий сегмент, они там и такие, и такие, и вот этим мы отличаемся. Все. И они при этом говорили, что да, там, MySpace больше, да, Friendster, там, старее, да, там, еще какие-нибудь, там, Яхусь, Титис, по-моему, или как это называлось, там, незначительнее, глубже, с кучей фич и так далее. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, это очень важный вопрос. И я думаю, что на него ответ один единственный. У нас есть уникальность в том-то и том-то, и мы, и эта уникальность позволяет нам то-то и то-то. Спасибо. Можно я дам общий фидбэк? Мне на самом деле, я абсолютно честно, я не пытаюсь там куда-то быть, Найддай, мне все понравились тем, насколько круто ребята питчат, прям, очень классно вы питчите, ребят. Я серьезно, я, ну, то есть я ожидал, что будет классно, но я не ожидал, что будет здорово. Очень-очень здорово питчат. Это уровень питчинга абсолютно такой нормальный, калифорнийский, совершенно не менее. Ни одного нет питча, где я бы подумал, ну да, как бы человек нормальный, ну что так. А единственное по дейтинг-аппликейшн я куски не слышал, то есть где-то, наверное, больше трети я не слышал. Я понял как бы смысл, но больше трети, может, даже почти половину я не слышал. Игорь, давай пришлем потом кусочек записи, и ты просто запишешь. Да, хорошо, да, хорошо. Ну, просто это как бы несправедливо к человеку, потому что он, ну, я больше третьей презентации просто слышал, только он рот раскрывает, и то, что на экране. Вот. Общее, ребят, замечание, оно общее ко всем. Больше фокуса на росте и меньше рассказов там в двух случаях было, я уже сейчас не помню, типа мы здесь на нуле, а скоро мы там просто ту-зу-ну, как говорится. Не стоит этого делать, это, во-первых, раздражает инвесторов, потому что, ну, как бы, ну, какой смысл в этом? Ну, нарисуйте там 5 миллиардов, то 200 миллиардов, то это бессмысленно. Нужно делать проекции на 3-6 месяцев, максимум на год. И проекции не должны быть такой красивой какой-то кривой. Проекция, вот этот слайд, он должен рассказывать о том, как вы будете расти. Обратите внимание, что я всем пытаюсь задавать вопросы очень конкретные, не теоретические. Как вы растете, кем отличаетесь от ваших конкурентов, какие, как конкретно вы доходите до клиентов и так далее, и так далее. То есть я бы всем посоветовал то, что я уже сказал, больше конкретики по росту. Я всем бы посоветовал больше фокуса на росте и меньше фокуса на продукте. И по самим презентациям, слушайте, просто она отлично. И если бы это были презентации в Калифорнии, то они абсолютно бы смотрелись, они смотрелись бы лучше, ребят, честно, они смотрелись бы лучше, чем средняя презентация. То есть они где-то немножко лучше средней презентации в Калифорнии. Очень, что вы это презентуете. Не знаю, почему у нас тут выросло новое племя, молодое, значимое. Но это качество письма совершенно офигенские. Мне очень сложно выбрать, кто победитель на самом деле, потому что мне в той или иной степени понравились все. Некоторые компании, сейчас очень не хочу никого обидеть, но ничего страшного. Некоторые компании более многообещающие, потому что я вижу в них возможность очень сильно вырасти. Но поскольку я не знаком с командами, я не знаю, способны ли эти команды, компании эти вырастить. Но вполне возможно, что те презентации, которые мы сегодня смотрели, одна, две, а может даже и больше из них, прям станут большими компаниями, и еще будут вспоминать, что вот эти компетенции пришли и смотрели презентации, ребята, когда они были ранее. Из общего совета продолжать делать то, что вы делаете, в принципе, почти всем компаниям, если вы помните мою микролекцию в самом начале, почти все эти компании очень классного уровня. И для YC абсолютно нормальные YC, что на уровне компании. И для других топ-акселераторов подавайтесь как можно скорее. Акселераторы, они стали абсолютно глобальными. Не бойтесь потраченного на это время, отнеситесь к этому серьезно, не как отписки, там подали и все, до свидания. Подайтесь там в 5, 7, 8 крутых, там совсем не обязательно Калифорния есть, ну просто в Калифорнии инвесторов много, и как бы рынок гигантский, американский, и вы сразу же как бы влезете в это, и там русская, и украинская, и украинская, кстати, аудитория до тебя, а там попади вы куда-нибудь, не знаю, в Испанию, просто будет и рынок меньше, и народу меньше. Хотя в той же Барселоне шикарно. Ну вот, ну то есть общий, еще раз, общий совет, офигенно крутой уровень, очень классные презентации, очень советую всем фокусироваться на росте, очень советую выбирать вот эти, мы сейчас на нуле, и потом сотни миллионов долларов, и больше конкретики о росте не ради инвестора, а ради вас, то есть не просто рассказать об этом, а вам самим думать, рост, 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 рост. Вот как бы мой главный совет, отбросить все остальное, только рост все решает, а вот это наша иллюзия, особенно восточноевропейская, что мы сейчас, типа, посидим еще два года и вылежим продукт, становить никому не нужно. Побеждают полуработающие продукты типа Twitter, а шикарные вылезанные продукты, которые не растут, не нужны никому. Мне кажется, пора петь, где у нас стартап-котики. Юлия, кстати, одна из двух человек, которые не смогли с нами быть по причину рисков, рисков, что кто-то поднимет инвестиции. Так, ребят, может, давайте все на сцену выйдем сразу, как раз кто-то заснимет нас всех. Супер идея. Вот мы тебя, Игорь, сейчас будем видеть тоже. Сейчас, ребят, только попробую. Не стесняйтесь, может, поднимайтесь на сцену. Не надо стесняться. Так все могут выходить, но может, могут. Граммар или нету для речи, кстати, еще. Очень прикольно. Слушайте, да, нам нужно будет, на будущее сделаем какие-нибудь маечки, стартап-котики. Саш, ты сейчас встретишься с нами. Это чисто для камеры, понял, чтобы был... Да, пока для камеры. Галин, давай тоже с нами. Мы тут постоим и будем смотреть сейчас вот туда. Игоря Углевна выведет туда. Так, теперь мы справа будем должны... О, видим Игоря, видим Юлю, все здесь. Привет, вы там. Сейчас, подождите, я вас по-другому сделаю. Шоу устраиваем, шоу. А как все плохо начиналось? Так, ну, вроде бы мы готовы. Игорь, мы вас там видим. Ребята, здесь. Может, ну, во-первых, кто у нас котики? Пяу-пяу. Всем спасибо, что мы собрались. Вот внимательно теперь слушаем Игоря. Что ты нам скажешь? Какой у нас сюрприз? Я бы сказал, сначала, если можно, второе место, и потом первое. Нормально, Дима? Да, давай. Окей. И я объясню, почему. Значит, еще раз, это не для того, чтобы никого не обидеть. Я абсолютно честно не вру. Не было ни одного питча, по поводу которого я бы сказал любимую фразу Игоря Муценюка, если кто знает. Абсолютно точно. Очень классные питчи, реально очень высокого уровня. Просто класс. Я, если честно, очень приятно удивлен. Ну, то есть я ожидал, что будут классные ребята, но я думал, ну, один будет хороший питч. Все были очень хорошие питчи. А то, почему я выбрал двух, сложно было выбрать именно одного, но именно двух, один все-таки неравный, один все-таки на втором месте, один на первом, не потому что мне там другим не понравятся, просто потому что я вижу там больше такого ДНК роста. Еще раз, ни в коем случае не вопит у другим. И, может быть, я там какие-то индустрии меньше понимаю. Вот. Значит, мне, как второе место, мне очень понравилось Animal ID. Объясню, почему. Потому что там заложено то самое ДНК роста, потому что ребята очень четко понимают, что у них с рынком, как они будут расти, каким образом будут строить продажи, потому что у них есть трекшн, они дальше работают прежде всего над трекшном, а не над продуктом. Что мне очень понравилось, что хотя продукт у них там секси, классный и так далее, и, тем не менее, в презентации они не фокусировались на нем, что вот у нас продукт еще такой, еще вот он такой, еще вот все так счастливы продуктом. Они как раз говорили о том, что мы строим продажи, мы будем строить их таким-то образом, таким-то, бизнес-модель такая-то, очень-то купил это. Очень тяжелый любой бизнес, который связан с Tangible, поэтому как бы там риск есть, что ребята еще могут легко провалиться. Вот. Удачи им, классные ребята, отважный рост, 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 рост. Вот. А первое место с моей точки зрения занял NewSketcher. По-моему, очень глубокий продукт, с одной стороны, как бы простой для тех, кто может быть их клиентами, с другой стороны, продукт, который, мне кажется, находится где-то очень близко к тому, чтобы понять, что сделать для того, чтобы очень резко вырасти, либо, может быть, погибнуть. То есть вот обратите внимание, что в моем выборе и второго, и первого стартапа я вижу у обоих очень серьезные опасности по гибели, у Animal ID опасность по гибели в том, что довольно сложные, любые Tangibles, довольно сложные продукты, вот. И очень тяжело масштабироваться в этом. И в NewSketcher я вижу проблемы в том, что да, с одной стороны, я согласен с основателем, что нужно делать то, что ты делаешь, а не обязательно фокусироваться, радифокусироваться на чем-то. Но в этом есть огромная опасность, потому что ты будешь там всем для всех, и отсутствие такого фокуса на каком-то сегменте, ни в коем случае не предлагаю рано, все действительно может убить компанию, оно не позволяет при микроскопических ресурсах стать в этом сегменте достаточно хорошо известным. Но не факт, что это стоит делать. Вот. Еще раз, сотый раз повторю, понравились все. И очень надеюсь, что на следующие фокусики все придут и что мы со всеми беседуем. Вот. И еще раз всем повторю, строить самое главное – продукт. Продукт очень маловажен. Мы все любим свои продукты, там, как своих детей. Но нужно любить рост. Если вся команда полюбит рост, и вы будете фокусироваться постоянно на росте, и каждый день тебя спрашиваете, как еще вырасти, вы станете успешными просто абсолютно точно. А если будете фокусироваться на продукте, то, скорее всего, не станете, потому что вы начнете строить новые фичи, новые интеграции, интеграции с тем, интеграции с этим, и ресурсов не хватит, и не будет роста. Не будет роста, не будет интереса рынка, не будет клиентов, которые будут вам говорить, какие нужны эти деньги. Окей. Большое спасибо. Всем спасибо, что пришли сегодня. Это было очень круто. Это был первый опыт. Мы потеряли детственность сегодня, можно сказать, на стриме оффлайновом. Дальше будет лучше. Всем спасибо, Игорь. Не будем тебя задерживать тогда. Огромнейшее спасибо, ребят, Александр, Дмитрий и все другие, поскольку там, по-моему, команда же человек из шести или семи. Всем вам, ребят, огромное спасибо. Извиняюсь, я уже просто сомный, не очень лыко лежу, но вся команда была просто вообще офигенная. И все. На этой ноте спасибо большое. Со всеми прощаюсь. И мы уходим на прощальные 30 секунд. Пока-пока. Кто у нас стартап котики?